Всем привет! Хотел поделиться своим опытом по коррекции зрения в центре новое зрение в Литве. Сейчас я уже возвращаюсь домой после коррекции, то есть после первого осмотра после коррекции. Коррекцию я делал дней 4 назад, и сейчас у меня был первый плановый осмотр. Сказали все хорошо, все зашибись, типа можно больше не приезжать, хотя еще есть один месяц, ну спустя один месяц можно еще раз приехать бесплатно, типа это входит в цену. Можно проверить зрение. Очки можно не носить, но у меня немножко голова болит от яркого света, поэтому я все равно одеваю их. Вот. Сам я с Риги ехал, в Литву. Почему именно в Литве я выбрал? Потому что у нас в Латвии тоже делают, но по старой методике, хотя я не знаю на самом деле, как эти вообще методики там отличаются, но суть не в этом, у нас как бы на 400 евро дороже получается даже со всеми дорогами, со всеми, в общем, туда-сюда обратно мотаться, а в Литве получается дешевле. Вот. И мне показалось, что там более новое оборудование, поэтому я решил туда поехать. В общем, что для начала нужно, чтобы сделать коррекцию? Для начала нужно позвонить, ну или написать им там в чате, я не знаю где. Ну лучше позвонить, конечно, спросить все вопросы, они там любезно ответят. Вот. Правда, не на все вопросы, но большинство вопросов как бы отвечают корректно. Вот. Обязательно нужно брать с собой друга или подругу, а лучше двоих, потому что после коррекции, если вы, ну, даже если вы в Литве живете близко, то после коррекции вы нихера не видите. Ну, по крайней мере, у меня так было. То есть глаза настолько чувствительные становятся, как будто вам туда соль с песком, с волосами насыпали, и малейший как бы свет, яркость сразу пытаешься зажмурить, слезы текут, сопли текут, и, в общем, ничего не видишь в итоге. У меня вообще как бы чувствительность к свету, у меня голова болит. Вот. Ну, болело, и, не знаю, я говорю, такое ощущение, как будто вот вам кто-то волос насыпал туда в глаза, и вы все пытаетесь проморгать, и не можете. Ну, наверное, кто линзы носил и неправильно их вставлял, может, поймет меня, там, они сразу колят, начинают, там, ну, в общем, эффект типа такого. Хотя другие, кто рядом был там делали, ну, там сразу человек 5-7 завели, чтобы, ну, делать. Я был один из первых, вот. Я пока сидел, анестезия происходила, ну, проходила, типа, глаз не болел, пока анестезия была. Потом, когда прошла минут 20-30, началось. Спросил у других, типа, как они себя чувствуют, они нормально. Ну, не знаю, наверное, у каждого по-своему. Вот, короче, созваниваетесь, записываетесь и едете. Кто с Риги, кто с Эстонии, кто еще, откуда-то, не знаю. В общем, приезжаете туда в 9 часов. Вас там вызывают по имени, сразу уже курточку снимаете, там, бла-бла-бла. Идете к столу, бумажки какие-то подписываете. В общем, то, что вам делают, там, диагностику, платите 40 евро. Потом сидите, вас вызывают, идете на один аппаратик, на второй аппаратик, на третий аппаратик. В общем, как у офтальмолога на проверку зрения и выписывание очков. Вот, потом вам капают такие капли, расширяют срачки. Сидите минут 30, вас зовет доктор и смотрит глазное дно. Ну, или поверхность, я не знаю, там, какой-то фонарик такой светится. И, в общем, вы смотрите на него, там, и вам смотрит врач, именно врач, который сам тоже делает операции. Либо первый, либо второй, там, один врач и второй врач. Мне конкретно женщина какая-то смотрела, вот, посмотрела, сказала, типа, да, вам можно делать. Идите, типа, а, подписал какие-то бумажки, типа, потом она мне только объяснила, то есть после подписания она мне объяснила только потом осложнение. Ну, как обычно бывает, сначала заплатить, а потом... Вот, и подписал бумажки там, сказал, иди жди в коридор, пошел ждать в коридор. Потом дождался, скорее всего, остальных участников, которые... Потому что там сразу по человек 5-7 заводят. Вот, в другое немножко, как бы, один и тот же вроде дом, но немножко другое. Там, типа, у них три здания, не здания, как таких, три двери, короче. Одна дверь, это во дворике в таком, там, три двери. Одна дверь, это диагностика, вторая дверь, это операционная, третья дверь, это, типа, послеоперационная, это, типа, того, VIP-клиенты, или там написано, типа, VIP-клиентура. Вот, и сказали, типа, одевайтесь, типа, идите во второй этот операционный зал. В общем, заходишь туда, надевают на тебя бахилы, нужно снять все кошельки, телефоны, вынуть ключи, бла-бла-бла, в общем, короче, все, снять, ну, кроме цепочки не надо было. Надеваешь бахилы, надевают шапочку, надевают на тебя этот сарафан такой, протирают глаза спиртиком, потом, в общем, я был самый первый, меня выбрали, пошел, короче, делать. В общем, сама операция длится, наверное, минуты 3-4. Самое стрёмное, если у вас глаза очень чувствительные, если вы не любите, чтобы вам кто-то что-то тыкал или сами не любите в глаза лезть, то операция может пройти как бы немножко так долго. Потому что, когда мне пытались этот ретрактор вставить, он у меня постоянно выскальзывал, доктор уже там чуть ли не материться начал. И все время как бы поправлял там, а я не могу, у меня как только мне начинает что-то в глаз вставлять, он у меня автоматически закрывается, начинаю моргать и слезы льются. Я и со всех сил пытался не дергать глаз, но вроде как бы все успешно произошло. А, до операции нужно было, опять же, заплатить 759 евро, плюс, ну, плюс, плюс этот самый 40 евро, то, что делали диагностику. Ну, 40 евро сначала платите, потом 759. У кого не было купончика или нету купончика, тот платит 799. Вот, у меня была типа скидка. Вот, и, ну, вроде в итоге вставили ретрактор, типа, это, присоску какую-то вставили, там, срезали что-то и начали... Я, короче, ни хрена не вижу, все расплылось, вот, доктор говорит, смотри на лазер, я смотрю на лазер, бац, зрение потухло, вот, и через секунд 20 восстановилось. Это типа, и запах гари такой, как будто вот что-то прожгли. Кто-то там, я спрашивал, там, кто-то не чувствовал вообще эту гарь, но я как-то, не знаю, я чувствовал, вот каждый глаз, который мне прожигали, я чувствовал. Вот, и, в принципе, все. Первый глаз, второй глаз сделали. И выгнали в коридор, я там сидел минут 20 опять. Потом доктор позвал после операционной проверки, такая быстренькая, типа, он там смотрел глаз. Вот, посмотрел, типа, сказал, все, зашибись. Мне дали там попить, сказали не тереть глаза, там, бла-бла-бла. В общем, телевизор смотреть, типа, нельзя на этот день, на следующий уже, типа, можно, там. Ну, в общем, максимально отдыхайте старайтесь. Какие лучше всего очки брать? Лучше брать несколько пар. Я взял вот такие очки от солнца, мне они больше подходят, они более темные. А для сна я взял вот такие, типа, спортивные, строительные, не знаю. Мне они больше помогли при сне, потому что, вот, она говорит, типа, одевать очки, ну, первые два дня, типа, не снимать очки даже во сне. Почему? Она не могла объяснить, типа, нельзя и все. Оказывается, что на своем опыте убедился, что руки лезут почесать глаза во сне. Вот, и лучше, наверное, вот такие очки, которые закрывают полностью глаза, чтобы руки не лезли в глаз лишний раз, и там, что-то почесать или еще что-то. Ну, вот, да, лучше, наверное, иметь несколько пар очков, потому что, ну, у кого чувствительность к свету, ну, каждый день может быть по-разному. И, ну, не знаю, вот мне легче, скажем, вот в этих сейчас вот, а вот в тех дома и на работе быть. Они больше закрывают глаз от ветра, и там, ну, как-то так. Вот, что еще? Вам пропишут капли, там инструкция будет, как их применять. Второе, второе. Очки, да. Ну, и послеоперационный период у меня проходил так. Вот, после операции я 4 часа вообще ничего не мог видеть, не мог открыть глаз нормально. Я как только открываю, у меня сразу слезы, сопли и, ну, большая чувствительность. Ну, я не знаю, представьте, вам там мушка влетела в глаз, только умножьте это на 100. Вот примерно такое ощущение, плюс песок и плюс волосы, как будто вам еще насыпали. Вот, потом это проходит, но все равно ощущение остается небольшое. Небольшое ощущение остается вот этого песочка на следующий день и на после следующий день. Вот, потом постепенно проходит, но у меня остался такой эффект, что у меня немножко болит голова. Но у меня такой прикол, что я даже когда очки выбирал, у меня тоже болела голова. Мне надо было привыкнуть где-то, наверное, месяц я ходил, привыкал к новым очкам. Зрение у меня было минус 2, минус 2,5, что-то такое со стигматизмом. Вот, скажу сразу, что зрение, ну, капец. Вот, даже вот с линзами не сравнить, да, вот кто носил линзы после очков, вот, ну, реально не сравнить. Краски настолько насыщенные, что вот, блядь, ты смотришь и просто охереваешь, какая трава, блядь, зеленая. Она на самом деле до того зеленая и небо такое синее, что почему вот раньше я этого не видел, не знаю, может быть из-за вот этого стигматизма, то, что хреново вот как-то свет искажал мне вот эти вот картинки. Но вот сейчас очень все круто. Не знаю, как вот, она сказала, что, доктор, что зрение еще может корректироваться в течение месяца что-то трех, вот. Очки, типа, теоретически я уже могу не носить спустя четыре дня, ну, солнечные. Но все равно там, типа, в буклете рекомендации есть, что надо их носить, вот. Ну, лучше, как бы, поносить еще месяц. Спортом не заниматься там, ну, там, в общем, у каждого будет буклетик, кто будет делать эту операцию, и каждый получит буклетик, прочитает, в общем, там технически все расскажут. Но так, чтобы вас там встретили, ну, типа, как вот некоторые рассказывают, я тоже перед тем, как ехать, смотрел всякие там разные рассказы, кто как ездил, кто делал эту операцию. И все говорят, что все так дружелюбно, все так хорошо, отлично. Да, вроде улыбаются, но я так понял, это конвейер, то есть доктор же вообще не с каким-то энтузиазмом рассказывала там, то есть такое ощущение, как будто она, вот, не знаю, чистит там картошку, да, и вот она уже сто лет эту чистит картошку, и вот так вот. Ну, то есть, ну, не знаю, короче, прикольно, да, но то, что как бы начал видеть, но опять же не рассказывают, что будет через 10 лет там, что через 15 лет, да, будет с твоим зрением. Говорят, типа, что после 40 там, типа, будет плюс естественный там и все такое, ну, а вот, что конкретно с глазом будет там, они на многие вопросы как бы стараются не отвечать, то есть они увиливают там, как-то там говорят там, но конкретно они ничего не говорят, поэтому как бы у меня всегда было двоякое ощущение по поводу этой операции, потому что я уже думал, наверное, уже лет 10 хотел сделать эту операцию, и вот у меня все время сомнения были, вот, а что будет там через 5 лет, а что будет через 10 лет. Ну, вот, некоторые мои знакомые, которые делали, уже вроде 10 лет прошло, как видят, ну, как видели вот после операции, так вот хорошо и видят. У кого-то конкретно, ну, может быть, зрение садится, я не знаю, но это, наверное, может быть у кого-то, у кого большой плюс там, минус 9, минус 10, ну, у меня было конкретно минус 2, минус 2,5 там, на один, на второй глаз. Ну, вот, в принципе, все. Первое это берите с собой как можно много людей, потому что вдвоем, втроем веселее все-таки ехать. Лучше, наверное, на автобусе ехать или на машине, у кого, ну, у кого меньше всего жрет, потому что, скажем, мне сейчас вот на дорогу ушло примерно 60, 70 евро, короче, туда-обратно. Это довольно много, вот. Ну, плюс машина может сломаться, скажем, автобус. Автобус будет дешевле, если заранее купить, можно вообще по пятерке купить билеты туда и обратно, да, если кто с Риги едет, кто там с Эстонии едет, еще откуда-то едет, заранее там за месяц или там за три недели, если смотреть, то можно за пятерку купить в одну сторону, вот. Я, скорее всего, так и буду делать, когда через месяц поеду, наверное, поеду, я буду так делать, покупать этот билетик на автобус. Но, единственное, неудобно, что он приходит где-то в часов 7, и вам в 2 часа куковать надо будет где-то. А на машине удобнее, что ты сел, приехал, сел, приехал, пришел, потестился и ушел. Вот. Я мне это заняло, не знаю, я пришел туда, она мне посмотрела глаза, типа, минут 5-10, наверное, и все сказал, иди отсюда. Через месяц, типа, можешь не приезжать, но если хочешь, можешь приехать. В общем, как-то так, не знаю, приеду, не приеду. В общем, все на все, про все у меня ушло 900 евро на всю операцию. Если бы я делал бы в Риге, то только за операцию ушло бы 1200 где-то. Плюс там, там, не бесплатная еще вот эта консультация, там 40 или сколько-то евро. После операционная консультация тоже не бесплатная. Ну, не знаю. Да, вот первое, что я говорил, это людей берите с собой побольше, потому что обратно вы сами, даже если вы на автобусе поедете, вы сами обратно не доедете, потому что ни хера видеть не будете. Все будет расплывчато, все будет, блин, слезиться и надо кто-то, чтобы сопроводил. Вот, и обязательно задавайте побольше вопросов, побольше вопросов, потому что они должны отвечать на эти вопросы. Вот, мне наполовину не ответили, я говорю, они там половину увиливали, как-то так. Ну, отвечали не да и не нет. Ну, наверное, как и все доктора. Я думаю, если бы там что-то другое было бы, ну, хрен его знает. Как-то так. В общем, всем успехов, пока. Продолжение следует...